коллеги добрый вечер давайте тогда сегодня такой второй у нас такой вебинар в рамках воронки продаж сегодня мы конечно сфокусируемся прямо на самой воронки продаж потому что напомню там кто не был или кто будет смотреть записи что в прошлый раз мы разбирали как построить как создать оффер то есть коммерческое предложение от которого трудно отказаться то есть мы некоторые элементы рассматривали как составлять коммерческие предложения что важно что не важно то есть и как бы прошлись ну в общем то по каким-то верхам конечно потому что что коммерческое предложение что воронка продаж это те вещи которые требуют конечно глубокого погружения но по крайней мере мы сделаем сегодня что чтобы такое полное представление куда нужно думать значит какие мы получим получим результаты и давайте что мы сегодня разберем то есть то что я подготовил значит из каких этапов состоит воронка продаж какие действия на каждом этапе приводит клиента к покупке какие метрики имеет смысл контролировать и почему и я приду практический пример воронки продаж глубоким погружением и в конце мы сможем разобрать уже какие-то ваши варианты то есть то что что будет может быть есть какие-то павел сегодня начал задавать вопросы мы можем это пообсуждать и и сделать какие-то выводы поэтому все минут так на 40 наверное может быть чуть меньше чуть больше я думаю что это также как и в прошлый раз значит для тех кто будет в записи то есть познакомимся меня зовут алексей целигородцев я предприниматель и кофаундер разных компаний нас компании есть в россии и в европе и я занимаюсь бизнесом с 97 года то есть у меня там больше там полутора тысяч уже на сегодняшний день проектов в области маркетинга есть свои методики разработки собственно являюсь инвестором основные проекты мы сейчас ведем европе вместе время я занимаюсь какими-то обучающими вещами там являюсь преподавателем высшей школе бизнеса в москве но в общем и мне всегда самому интересно поддерживать какие-то новые проекты новые начинания поэтому здесь я готов к диалогу давайте начнем с того что что такое воронка продаж опять же я понимаю что некоторые люди которые присутствуют или которые будут смотреть в общем то многие как бы так все знают здесь вопрос не в том что там мы знаем или не знаем вопрос как мы это применяем потому что никаких каких-то секретов новых я наверное не расскажу но поделиться опытом я думаю чтобы не не лишним поэтому для базового определения воронка продаж что это такое что многие многие спрашивают многие путают эти вещи то есть многие путают сущности поэтому воронка продаж что уникальный для каждой компании маркетинговый способ получать новых и удерживать имеющихся клиентов для этого имеет смысл детально разобраться как найти как провести за руку потенциального клиента по всем этапам воронки продаж от случайного знакомства до уже каких-то реальных рекомендаций то есть когда клиент становится амбассадором вашего бренда и воронки продаж это всегда конкретно уникальный способ настройки элементов то есть шагов целевых действий покупателя которые мы ведем по воронке туда куда мы хотим его привести и в прошлый раз мы говорили о тех офферах которые мы все получаем я просто взял прямо вообще свежие такие которые мне приходят там либо в чат либо я там работаю с своими клиентами мы видим что большая часть там офферов большая часть вообще продаж настроена как отправляется некое сообщение в разных каналах и самые там какие-то самые лучшие такие типа там уважаемый руководитель да мы там компания которая работает с 1812 года мы делаем такие-то замечательные штуки давайте мы вам продадим чего-нибудь и дадим за это скидку ну то есть ну и вплоть до того что есть какие-то прям похожие да и то что же похожие похожие есть на спама есть прям ну реальный спам то есть и почему-то люди думают что это как-то должно работать и вот все что я привожу это то что приходит мне письмо там от какого-то миши пришло там пару дней назад причем там с таким заходом я писал на прошлой неделе ну что я не помню что не писал на прошлой неделе в общем это все вот какие-то такие забросы закосы которые что происходит с этим да то есть чаще всего мы такие вещи всегда ну как бы отправляем спам значит есть люди которые не очень спокойно они просто ругаются матеряться и говорят уже достали со своим спамом но в общем в любом случае так иначе вот эта штука в общем то не работает или работает плохо большинство офферов и коммерческих предложений выглядит одинаково да то есть выглядит стандартно и соответственно они не находят никаких откликов потенциальных покупателей либо это происходит так долго что оффер там кладут под сукно и все это затягивается и вообще не происходит ничего то есть ну такое часто бывает кстати да что мы там отправляли кому-то коммерческие предложения или там приходит запрос и мы на это пытаемся отреагировать там пишем какие-то копы неважно какие они по размеру то есть это могут полноценные там pdf быть какие-то или там могут быть одностраничные какие-то вещи но часто чаще всего что происходит приходит запрос отправляем предложение и в ответ блин тишина и тишина настолько что через какое-то время менеджер из коммерческого отдела звонит проверяет и оказывается что тот человек который делал запрос мы уже давно работает с другой компании на то есть поэтому наша задача сегодня просмотреть воронки продаж здорового человека да потому что то что мы видели легкие курящего мы посмотрели только что и и мы разберем зависимость формирование создания воронок продаж они очень-то зависит дух вообще важных вещей то есть это от самого продукта его стоимости чем дешевле и проще тем тем проще формировать воронки и зависит от качества трафика то есть у нас с вами есть как бы такие две две плоскости то есть стоимость и сложность продукта с одной стороны с другой стороны это качество трафика холодные клиенты горячие клиенты теплые клиенты и поэтому давайте мы начнем с сегментации трафика потому что мы сейчас не ударяемся в icp то есть мы сейчас не говорим о идеальных там клиентах это кстати отдельная тема мы ну что мы с денисом и отдельно обозначим как это делается но в любом случае все все эти темы является частью вот этой большой темы сформирования создания воронок продаж и очень важный момент разобраться с трафиком потому что мы сейчас как бы игнорируем пока icp но мы разбираемся с трафиком и что мы видим что у нас по данным ход спот у нас три процента всех покупателей готовы покупать сейчас но это называется так у меня срочно болит зуб я залазил там в google или в яндекс и ищу кто ночью готов значит мне починить зуб и мне не важно сколько это стоит важно чтобы это было близко быстро то есть это такая очень горящая история и в каждый момент времени только три процента от целевого рынка в общем-то готовы купить при прямо сейчас собственно говоря вот за эти три процента чаще всего и бьются на площадках там под названием яндекс директом или google and words то есть это те горящие горящие виды то есть те кто хотят купить прямо сегодня прямо сейчас они уже все готово ним все понятно уже осознали весь процесс и они готовы заплатить за них идет кровавая битва на рекламном на рекламном море 7 процентов из этой аудитории ищут решение проблемы но они нифига не готовы покупать прямо сейчас они понимают что у них есть проблема не понимают что ее можно решить они даже знают как и они там примерно еще то кто бы это мог сделать 30 процентов примерно да то есть не думают решение проблем они могут понимать что это как бы проблема в принципе есть ну очень-то на ней не так актуально да и и как бы но в общем-то не не сильно актуально это делать ну например если опять же начал к тестах талагии то на себе могу да один пример поставить что ну к примеру то есть я понимаю что у меня пока я там был в армии у меня там удалили там кучу с зубов и я Я понимаю, что мне нужно какую-то имплантацию сделать, 3-4 зуба поставить и так далее. Что-то с этим подобное. Но я не знаю, не хочу это делать сейчас, потому что мне кажется, что я какое-то время прожил без них. Я, наверное, проживу еще больше. Но я просто знаю наличие такой проблемы. То есть я отношусь к этим 30%, которые в третьей части пирамиды. Другая часть вообще понимает, что они не сильно понимают, что у них какая-то проблема. И они вообще не ищут никаких решений. И им вообще-то все это неинтересно по барабану. И оставшаяся часть людей убеждены в том, что у них вообще нет никаких проблем. И по большому счету им решать нечего. Понятно, что, собственно говоря, самые интересные для бизнеса части – это первые 3%, вторые 7%, третьи 30% и, наверное, четвертые 30% – это то, что можно достаточно быстро проработать. То, что можно сделать, под них выстроить различные воронки – это как раз разные уровни трафика. И глобальные компании занимаются тем, что они работают с оставшимся низом рынка, с теми 30%, которые понимают, что у них нет вообще никаких проблем. Но по большому счету малый и средний бизнес работает с первыми, с верхними четырьмя сегментами. Это самые актуальные сегменты, в которых можно, в общем-то, находить свои постоянные регулярные продажи, в которых есть прибыль, в которых есть покупатели, и с которыми имеет смысл прям целевым образом работать. Для каждого уровня готовности персоны к покупке – это уже для вас такое, в формате, может быть, а-ля чуть-чуть такого тренинга. То есть, что для вас? Подумайте о том, какие персоны на каком уровне находятся и как вы будете привлекать каждый из этих сегментов. Потому что какой давать контент, как отправлять на следующий шаг. Потому что если мы говорим о тех трех процентах, которые горячие, то есть те, кто ищет решение прямо сейчас, понятно, что их нужно искать через активную рекламу. То есть, они готовы обрабатывать быстро любые входящие офферы, предложения. Но остальные 7% и оставшиеся 30% так делать не будут. Соответственно, для них нужны разные инструменты, для них нужны разные каналы коммуникации. И нужно продумать вам о том, как их вычислить и каким образом их перевести с одной ступеньки на другую. То есть, с более низшей ступеньки на более высокую. Ну что ж, давайте развернемся к этапам продаж. То есть, есть классическое понимание покупателя. У покупателя есть интерес, у него есть какая-то проблема, или ему нужно решать какую-то задачу. Или часто сейчас говорят, так модно говорят, что у него есть какая-то боль. Но зачастую может быть не быть никакой боли, а просто нужно решить какую-то конкретную задачу. И у человека есть интерес к решению этой задачи. То есть, у него возникает желание в процессе изучения. И следующим образом он производит покупку. Ну, то есть, вот такие три базовых уровня, на которых находится практически любой покупатель. Вы подумали о том, что вам нужно поменять машину. У вас есть какой-то интерес. Вы смотрите какие-то сайты, вы смотрите какие-то модели, вы сравниваете. Потом вы выбираете машины, которые вам подошли. И у вас возникает больше желания, вы больше об этом читаете, изучаете, делаете тест-драйвы. И, наконец-таки, вы приходите и покупаете совсем другую, нежели вы выбирали сначала. То есть, это такой классический подход к покупателю. Что, собственно говоря, мы должны иметь в виду? Что на уровне интереса. То есть, когда у покупателя есть интерес, то есть, когда он думает о том, что... Это, кстати, интересно, что психологи проводили очень много экспериментов на эту тему. Это не только действует с точки зрения продажи, с точки зрения маркетинга продаж. Это, собственно говоря, происходит то же самое с точки зрения, например, каких-то криминальных историй. Ну, например, человек подумал о том, что ему там неважно, так сказать, он там хочет чего-то там ограбить. То есть, он рано или поздно это совершит. Ну, в зависимости от обстоятельств, конечно. То есть, это работает также не только с точки зрения потребительских желаний, но с точки зрения, собственно, любых желаний человека. Если мы проанализируем те работы психологов, которые есть, то, в общем-то, люди, сидящие в тюрьме, у них заразные преступления, у них процесс, так сказать, формирования ровно такой же. Сначала есть какой-то интерес, потом какое-то желание, а потом уже совершает человек действие. В общем-то, мы тоже рассматриваемся через призму вот этих трех историй, но мы в позитивном плане, конечно, это делаем. И мы понимаем, что когда есть интерес, мы должны человека проинформировать. И здесь может быть разные несколько вариантов, несколько действий с точки зрения воронки продаж. Когда есть желание, мы тоже должны что-то сделать, и уже когда продажа, мы тоже делаем. То есть, примерно это выглядит так, что у нас есть на входе в любую воронку есть наши инвестиции в виде денег и времени. То есть, мы проводим какие-то процессы информирования, рекламу, это может быть контент-маркетинг, это могут быть семинары, это могут быть какие-то встречи, это презентации. И дальше мы ведем человека, то есть, он читает наши статьи на втором этапе, то есть, у него больше разогревается аппетит. Аппетит приходит во время еды, и так или иначе мы приводим человека к продаже, потому что мы должны увидеть, как сейчас, секунду, я не вижу даже, ага, да, то есть, вот эти этапы воронки. То есть, информирование, привлечение, активация. Что такое активация? Активация, когда человек совершает первый, то есть, либо это первая продажа, то есть, это такой очень важный этап, потому что здесь на уровне активации человек либо совершает первую покупку, обычно, может быть, недорогая, либо это какое-то первое действие, какое-то время, которое он проводит с нами. Ну, не знаю, например, у нас какой-нибудь там онлайн, там контент какой-то, да, то есть, мы, значит, медийный контент, человек, допустим, подписался, у него пробная неделя, он там, значит, пробную неделю тестирует наш ресурс, например, да, то есть, это момент активации, да, то есть, это очень важный момент, потому что, если мы смогли довести человека до активации, то уже какую-то половину воронки мы с вами прошли. И дальше уже очень многое зависит от того, как мы будем. Человеку может понравиться, не понравиться, человек может остаться с нами, человек может допокупать, делать допродажи, мы можем делать допродажи, он может покупать больше, и в итоге он становится нашим амбассадором и рекомендует нас другим, всяким разным там своим друзьям и знакомым. Поэтому главная задача маркетинга воронки продаж – это, в общем-то, взять человека за руку и провести потенциально покупателя по всем этапам продаж. То есть, это как бы ключевая задача, то есть, и здесь уже все, разумеется, хороши все средства, но на самом деле мы должны понимать, что у нас для каждого этапа воронки продаж есть метрики. То есть, мы внутри каждого этапа воронки продаж может быть 5, там 3 элемента, 2 элемента, 1 элемент, которые драматически, и мы это как бы увидим дальше, то есть, на тех примерах, которые я приведу, которые могут повлиять как на количество, так и на качество продаж в нашей воронке. Поэтому метрики – это, собственно говоря, инструменты управления, потому что особенно для тех, кто является владельцами бизнеса, для тех, кто является руководителями проектов, те, кто руками не делает, для них, в общем-то, неважно, может быть, как там происходит внутри, то есть, что там за черный ящик такой, но очень важно понимать, что мы, когда экспериментируем, мы можем получать разные результаты. Ну, к примеру, у нас есть рекламные объявления, и на уровне рекламного объявления, то есть, это тот этап воронки, который от нас, который не привязан к нашим ресурсам, это внешние какие-то источники, да, рекламные объявления. И мы можем там влиять на качество и на количество? Ну, конечно, можем. Мы можем влиять на охват, мы можем влиять на конверсии за счет чего? За счет количества денег, которые мы используем, инвестируем, за счет качества самих объявлений. То есть, поменял заголовок, у тебя, например, конверсия может упасть в полтора-два раза, может повыситься, да. Если мы делаем какой-то креатив, то мы точно так же, это сильно влияет на то, что, каким образом мы тратим деньги и как мы возвращаем эти деньги потом в качестве полученных клиентов. Я расписал, то есть, очень-очень, ну, как бы не то, чтобы прям совсем подробно, но, в общем-то, и достаточно информативно, то есть, на каждом этапе взаимодействия с клиентом, какие метрики могут быть. Это не полный перечень далеко, но это какие-то ключевые вещи, какие-то ключевые такие штуки. Ну, например, то есть, если мы видим, что на самом первом этапе, многие его не считают за этапом, но я его считаю как этап воронки, то есть, это изучение клиента, это изучение потребностей, изучение мотивов, барьеров, то есть, то, что человек, какие-то, какие-то есть драйверы, которые, который человек может спокойно на них отреагировать, да, есть какие-то возражения, которые не дадут ему пройти дальше по воронке продаж, мы должны это все довольно-таки тщательно изучать. И с точки зрения результатов у нас появляются метрики. Какие метрики мы получаем? У нас появляются гипотезы позиционированные, их может быть несколько, да, потом мы их можем протестировать и наиболее, на лучшую гипотезу оставить, да. У нас в результате появляется некоторое количество уникальных торговых предложений, да, так сказать, то, что является, может быть, либо оффером, либо основой какого-то оффера, да, у нас появляется количество офферов, то есть, коммерческих предложений, которые мы можем для этой целевой аудитории заточить и начать это использовать. Это такая подготовительная, можно сказать, работа, да, которая основывается на, ну, достаточно простых или, там, не очень простых инструментах исследования, ну, то есть, когда мы делаем ресерч, причем мы можем делать ресерч как качественный, так и количественный, они имеют отличия между собой, но в большинстве случаев качественного ресерча, например, для B2B будет достаточно, да, то есть, когда мы работаем там с массовым рынком, нам помимо качественных исследований приходится еще и подкреплять количественными исследованиями, чтобы мы не ошиблись в своих гипотезах. Дальше мы переходим уже на этапе информирования. Вот этап воронки продаж, где мы должны проинформировать клиента о том, что мы есть, о том, что у нас есть какие-то интересные предложения. И здесь возникает целый набор инструментария. То есть это Яндекс.Директ, Фейсбук, Гугл.Идворд, социальная сеть, Инстаграм. И здесь инструменты, которые мы используем, весьма многообразные. То есть мы в зависимости от канала, по которому мы реагируем, мы можем выстраивать воронки. И на этом этапе это опять же таки все, что находится внешне. То есть это внешние ресурсы, которыми мы управляем только отчасти. То есть это не наши сайты, это не наши посадочные страницы, это все те площадки, на которых мы готовы искать наших потенциальных клиентов. Включая и офлайн-площадки. То есть те, кто, например, занимается B2B-продажах, очень часто выступает на разных конференциях. То есть это разные какие-то такие офлайн-мероприятия, где точно так же происходит поиск, интерес. И здесь мы можем отслеживать все метрики, которые с этим связаны. Там CTR, количество новых, количество охвата, количество новых привлеченных потенциальных клиентов, стоимость привлечения потенциального клиента, процент конверсий, там MAUDAO, то есть это дневной, месячный трафик, например, посещения нашего сайта, если мы рекламируемся. То есть мы это можем все отслеживать. Но как бы хорошая новость в чем? Что, в принципе, все метрики отслеживать не надо. Для каждого бизнеса, по большому счету, на каждом этапе воронки продаж определяется одна-две метрики, которые мы считаем ключевыми. И, собственно говоря, они завязаны потом на дальнейшие какие-то на дальнейшие наши действия. Потому что, с одной стороны, есть там другая проблема в воронках продаж, что мы можем повлиять на какую-то одну метрику и на самом деле таким образом ухудшить следующую метрику. То есть мы должны понимать логику между теми метриками, которые у нас идут до или после. То есть мы должны выстроить процессы так, чтобы они нам не мешали, и чтобы они не противоречили одна другой. Поэтому первый этап информирования в основном это реклама, в основном контент-маркетинг, какие-то выступления оффлайн, какие-то наши холодные, так называемые, активные продажи могут быть. То есть это задача проинформировать, что ребята, привет, мы здесь есть, вот мы такие, мы можем делать вот это. Следующий уровень воронки продаж это вовлечение. То есть это попытка уже забрать у клиента не деньги, нифига, да? То есть попытка забрать его какое-то маленькое время и самое главное, чтобы результатом этого этапа, как правило, является обмен контактами. То есть мы даем клиенту что-то такое ценное взамен, человек оставляет нам свои координаты, да? То есть что мы используем? Мы используем продающий текст, мы используем sales letters, мы используем различные описания товаров и услуг. То есть человек попадает на сайт, начинает читать, смотреть видео, смотреть семинары, вебинары, вебинары, то есть опять же те, кто будет смотреть, например, этот вебинар, то же самое. То есть это этап вовлечения, когда человек понимает, насколько это ему интересно, насколько это адекватно, насколько он может дальше пойти. То есть наша задача здесь как раз отслеживать такие метрики, например, как время, проведенное на сайте, то есть показатель отказа, процент конверсии. Если мы ведем работу с e-commerce, это вопрос добавления товара в корзину. Ну, и в общем-то, многие знают, что человек, который добавил товар в корзину, в большинстве случаев это не значит, что он его купил. То есть добавление товара в корзину это не что иное, как метрика добавления товара в корзину, это нифига не покупка. То же самое, как и запрос, например, B2B. А пришлите мне ваше коммерческое предложение, это тоже процесс вовлечения, но это нифига не покупка. Но, тем не менее, мы можем это считать, мы можем смотреть вот эти конверсии, смотреть, как у нас люди находятся на нашем сайте, как долго они находятся, как глубоко они читают наши сообщения. И это как раз вопрос метрик, который тоже нужно оценить. Опять же, для разного бизнеса это могут быть разные метрики, и мы для себя выбираем одну-две метрики, которые для нас являются драматически или критически важны. Следующий этап такой – это активация. То есть это когда уже происходят переговоры, когда возникает такой вау-фактор или аха-момент еще, там в гросс-хакинге называется эта история. То есть когда человек говорит, о, как круто. То есть человек готов уже на какое-то действие. То есть он что сделать? В каком-то случае он готов купить, в каком-то случае он готов… Я, кстати, позавчера, какое-то новое приложение, которое позволяет слышать аудио и всякие штуки. Я вчера подписался на это приложение. У меня там есть неделя бесплатного тестирования. То есть я сегодня уже отписался. Мне еще не понравилось. То есть процесс, то есть вот этого вау-фактора, это когда люди говорят, что да, мне это интересно, я готов что-то сделать, готов либо потратить время, либо готов заплатить какие-то небольшие деньги, которые для меня не являются большим риском. То есть это процесс активации. И здесь тоже стоимость привлеченного клиента, процент конверсии с предыдущего этапа. Мы можем все это оценивать. Для каждого бизнеса это будет совершенно индивидуально. Дальше начинается процесс монетизации. То есть когда человек совершил первую покупку, по сути, если мы не облажались с точки зрения продавца и поставщика, и если мы делаем все правильно, то по большому счету, что происходит? Довольный клиент продолжает покупать. И он будет, в принципе, покупать бесконечно долго, до тех пор, пока мы как компания, как поставщик, мы как-то не поведем себя каким-то неадекватным образом. И в связи с этим формируется как раз постоянство клиента. Здесь возникают такие метрики, как LTV, пожизненная стоимость, ценность клиента. То есть человек может с нами быть 10 лет, может быть 3 года, может быть год. То есть и есть случаи, когда клиенты с нами бывают только один раз. Это похоронный бизнес, когда человек, собственно говоря, приходит один раз и больше он никогда уже не будет. В большинстве случаев чаще всего клиенты готовы покупать больше и больше. Мы это видим хорошо на примере ритейла, когда люди приходят в один и тот же магазин, хотя один и тот же магазин не всегда является, то есть всегда не закрывает все потребности. Обычно даже в ритейле для среднестатистического покупателя человек использует 3-4 торговых сети для того, чтобы закрыть все свои потребности. Но тем не менее, если мы делаем все хорошо, то человек остается у нас. И за какое-то время мы понимаем, что возникает очень важный фактор под названием LTV. И мы понимаем, что наши усилия, которые мы на предыдущих этапах вкладывали в этого покупателя, вот они здесь где-то начинают окупаться. И в зависимости, опять же, от разного бизнеса, этот LTV может быть у каждого совершенно тоже разный, но по сути это постоянные допродажи, которые мы делаем. И два последних этапа. Это уже этапы, которые формируются в виде, с одной стороны, бонусов, но они тоже управляемые. То есть это когда люди начинают доверять бренду, то есть они становятся на этапе такой… Перед тем, как человек становится амбассадором, он становится таким адвокатом. То есть когда там, ну, например, все мы встречались с этим, где-нибудь там в Фейсбуке кто-то пишет о какой-то компании или о каком-то сервисе, ну, например, там вот банк Тинькофф, там какое говно, да, так сказать, и тут же появляются какие-то люди, говорят, да ты что, банк Тинькофф – это лучший банк, да, то есть и вот это вот и есть адвокаты бренда, которые заступаются, потому что они получили ценности, они получили качественный опыт, и они готовы этот опыт совершенно без денег, бесплатно отстаивать, да, и как бы на этом этапе переходят уже к рекомендателям, да, то есть они становятся амбассадорами, когда они уже начинают рекомендовать наш бренд другим своим друзьям, там, другим людям, при этом, опять же, не зависит от того, платим мы за это деньги или не платим, то есть люди это делают добровольно, то есть по сути возникает эффект бренд, то есть возникает бренд, так называемый, да, то есть это то, что нам достается как бы бонусом, если мы все делаем правильно, то есть мы можем здесь сильно не беспокоиться о том, что там, ну, потому что чем больше нас покупают, тем больше нас ценят, тем, значит, у нас выше знания нашего бренда. На это мы тоже можем влиять, мы можем влиять на то, как мы рекомендуем нашим амбассадорам нас продвигать, мы проводим какие-то там с ними акции, мы проводим какие-то конкурсы и так далее, то есть мы все равно управляем этим процессом, мы можем здесь считать там процент людей, которые дали рекомендацию, то есть процент клиентов, которые пришли по рекомендациям наших клиентов. Это очень большие, опять же, чаще всего, в большинстве случаев, самые ценные клиенты – это кто? Это те, кто пришли по рекомендации. То есть, им уже ничего объяснять не надо, им уже друзья объяснили, идите туда, там будет клево, и как бы вот это вот ценные клиенты. Но чтобы до этого довести человека, нам нужно проводить их через всю воронку продаж, и мы этим должны заниматься целиком. Поэтому такое задание как бы на подкорку. Определите для своего типа бизнеса, какая главная метрика на каждом этапе будет отслаиваться вами, отслеживаться будет вами, какие гипотезы будут использоваться для улучшения этих метрик. То есть, мы должны понять, что мы будем отслеживать, почему мы будем отслеживать, и что нам даст, и что мы должны вообще сделать, чтобы эту метрику улучшить. То есть, что мы должны протестировать, какие мы сделаем. Сделать два разных оффера, сделать два разных рекламных объявления, сделать две разных посадочных страницы. То есть, мы можем с точки зрения тестирования, мы можем на каждом этапе это все дело проверять и методом естественного отбора убирать наиболее плохие варианты, оставлять наиболее хорошие. Если это делать регулярно, то в течение года вы можете удвоить или утроить свой бизнес. Это прямо легко, спокойно доказано. Какие бывают варианты воронок продаж или какой-то процесс? Процесс, даже не то чтобы вариант, варианты воронок – это процессы продаж. Самый простой процесс – это недорогие какие-то продукты. У нас есть, например, объявление в Яндекс.Директе, у нас есть посадочная страница, например, это наш интернет-магазин, и человек покупает. Мы дали объявление, человек увидел объявление, он перешел на посадочную страницу, выбрал тот товар, прочитал о нем описание и его купил. Самый простой процесс, такие простейшие вещи работают чаще всего в недорогих продуктах и в недорогих сервисах. По цене это может быть что-то дешевле 10 долларов, 20 долларов. Это вопрос от книжки, например. Как продать свою книжку? Ну вот это как вариант вот такой. То есть книжка стоит до 10 долларов. Вот для книги вот такой сценарий продаж вполне себе подходящий, то есть его можно вполне использовать, это будет работать, и в 90% случаев это работает, этого может быть достаточно. Но когда мы опираемся в какие-то более сложные вещи, когда мы опираемся в сервис, в IT-разработки, в сложные продукты, в B2B-продажи, то такая история уже, конечно же, не работает. То есть нам нужно процессы эти усложнять. Но вот, например, еще один процесс, который чуть-чуть работает в более сложных бизнесах. То есть у нас, например, есть какая-то реклама в Facebook, мы рекламируем какой-то вебинар, у нас есть страница регистрации на этот вебинар, то есть человек, увидев рекламу на Facebook, переходит на эту страничку, там регистрируется, затем происходит приглашение на вебинар, он слушает вебинар или смотрит наш сегодняшний мастер-класс. И после вебинара мы говорим, ну все, кто были на этом вебинаре, конечно же, могут прийти к нам на бесплатную консультацию. Вот вам адрес, телефон, пожалуйста, приходи. Человек приходит на консультацию, и если ему все это было интересно, на консультации вы можете уже сделать то предложение, от которого трудно отказаться, и в итоге вы переходите к сделке. И чем больше, чем сложнее у вас продукт, тем может быть больше у таких этапов. И опять же, повторюсь, что чем проще продукт, тем меньше может быть подобного рода этапов. И здесь совместим вот эти все вещи в той таблице, в которой совмещено, в качестве примера. Вот у нас есть этап изучения клиента, там мы ничего не делаем, там мы изучаем, там мы выдвигаем гипотезы, офферы. И когда мы начинаем воронку продаж, она начинается у нас с какого-то информирования. Ну в данном случае там объявление в Яндекс.Директ 1, объявление в Яндекс.Директ 2. Зачем мы это делаем? То есть я это обычно делаю с точки зрения, ну то есть то, что называется АБ-тестированием сегодня, то, что всю жизнь называлось естественным отбором, или то, что там Тойота называет там Кайдзен, то есть это методика еженедельных, там ежедневных улучшений. То есть по этой методике можно делать все. Это в общем-то просто, оно все работает, и самое главное, что здесь в общем-то не обязательно даже глубоко разбираться в маркетинге, если принцип это поставить на вооружение, то здесь возникает всегда с точки зрения естественного отбора. Мы на каждом этапе можем выбирать наиболее успешные варианты. Для этого у нас есть метрики, которые мы считаем. Допустим, конверсию, мы считаем по конверсиям, и в итоге мы переходим от одного этапа к другой, мы понимаем, что мы можем влиять на эти вещи. То есть как бы наше влияние достаточно серьезное. То есть есть вещи, на которые мы не можем влиять в принципе, например, на глобальное потепление, но на то, как работают наши объявления, какой у нас пофер, какой мы пишем продающий текст, как выглядит наша посадочная страница, форма запроса, корзина и так далее. То есть на это мы точно можем влиять. И, к сожалению, это вещи простые, с одной стороны, с другой стороны, на моей практике точно, в большинстве бизнесов никто за этим не следит, потому что как-то это такая муторная история, то здесь нужно что-то вникать, и как-то не всем это хочется делать. Но на самом деле, если это начинать делать, и делать это регулярно, то за счет такого естественного отбора можно очень резко увеличить эффективность своей воронки продаж. Это раз. Во-вторых, можно понаделать их несколько воронок продаж. А в общем-то для одной целевой аудитории, для одного продукта, может быть, несколько воронок продаж. Это тоже нужно понимать, потому что даже если мы нашли какую-то уникальную воронку продаж, которая очень эффективная, которая дает клиенту за рубль 36, не факт, что она будет работать вечно. То есть через какое-то время вся эта история заканчивается, то есть окно возможностей закрывается, и вам нужно все равно прорабатывать новые какие-то варианты. Но, собственно говоря, это и есть задача маркетинга – постоянно генерировать новые идеи, новые воронки, их отслеживать. То есть в этом, собственно говоря, с одной стороны, простота подхода, с другой стороны, сложность. Сложность в том, что на это нужно время, этим нужно специально управлять. И в большинстве случаев в компаниях, в среднем, в малом бизнесе, да иногда и в крупном бизнесе заниматься некому. Я отдельно выделил покрупнее, чтобы было видно, что мы смотрим на принцип естественного отбора, который мы используем в 90% случаев. Иногда мы его не используем. Мы не используем когда? Когда мы прям, ну там, прям вот уже каких-то есть, какие-то рынки, в которых мы прям вот хорошо там плаваем, давно бываем, и мы понимаем, что мы делаем. Ну, в общем-то, в основном, как бы любые гипотезы могут быть проверены ровно таким же способом. Даже когда у вас возникает несколько гипотез. Какая из них лучшая? Та, которая понравилась мне, та, которая понравилась моей жене, или там партнер, или еще кому-то. Ну, нет, ну, проще всего проверить просто. То есть это как бы хороший инструмент, который легко проверяет. И в конце концов вы определяете доходность. То есть у вас возникает понимание, сколько мы денег вкладываем, какие деньги мы получаем взамен. Так называемые ROI. То есть возврат на вложенные инвестиции. Ну, давайте пример. Я приведу пример из своей практики. Он не то чтобы прям сильно сложный, но и не сильно простой. То есть у нас был один мой хороший знакомый, который решил заняться производством такой одежды женской. То есть, может быть, я об этом уже говорил. То есть это производство продажи женской одежды. То есть и на самом деле была гипотеза. То есть мы хотим делать комбинезоны для женщин. Такой причем сомнительный такой, с моей точки зрения, был проект. Но не важно. То есть у человека есть задача. То есть я хочу делать комбинезоны. Я хочу, чтобы покупали их дамочки. Но я не очень понимаю вообще, кому они нужны и как они будут действовать. Ну, такая вот есть история. Мы очень долго ее обсуждали, но в итоге пришли к чему? Что давай, прежде чем запускать производство, давай-ка мы с тобой на уровне MVP посмотрим вообще, кому это нафиг надо. Потому что может оказаться, что первое, это никому не надо. Второе, может оказаться как бы одной из трех. Второе, что может быть это надо всем, и у тебя тогда прям какая-то золотая ниша, и ты можешь разбогатеть очень быстро. И третье, это какая-то специфическая штука, которая, в общем, с которой будет не сильно просто. Ну и вот, то есть на первом этапе мы что сделали? То есть на первом этапе пока у нас нет статистики, пока нет. Когда возникает отсутствие необходимости там сильно много тестировать? Когда очень много же статистики накоплено? Когда очень много ты работаешь с одним проектом и понимаешь, что откуда берется, там уже проще, конечно. С другой стороны, там тоже интуиция может подводить, но тем не менее там меньше каких-то неизвестных. То есть любой стартап, любая какая-то инициатива новая, это, в общем-то, отчасти черный ящик. И нам, чтобы избавиться от черного ящика, потому что в черном ящике нет метрик. То есть мы не можем никак управлять на эту тему. И мы в данном случае должны понять вообще, что за аудитория, будут они покупать это, не будут. То есть как мы их должны сегментировать, по каким признакам. То есть мы должны с этим разобраться. То есть проводить интервью бессмысленно, потому что товар новый, как бы его на рынке практически нет. И женщины знают, что комбинезоны – это не очень удобная одежда на самом деле, хотя бы даже с точки зрения пойти в туалет. Ну то есть если у тебя комбинезон, то это целая проблема. Первоначальная идея была в чем? В том, что сделать комбинезоны для сна – это вообще отдельная ниша. И мы как-то что-то сами засомневались, сказали, что, может быть, давай как бы не для сна, потому что как-то это прям все. В общем, начали выяснять. То есть на первом этапе мы начали тестирование различных сегментов целевых аудиторий, и мы, в общем-то, выделили по этапам тестирования, мы получили интересные результаты, что, в общем-то, комбинезоны иногда востребованы среди тех дам, кто, например, выгуливает собак, или играет с детьми, или делает какие-то перелеты, потому что многие в комбинезонах просто сидят в самолетах и там перелетают, путешественники. Мы должны были протестировать и понять, то есть вообще есть ли или нет эта аудитория, насколько высок там CT-CTR, то есть мы должны понять вообще, как бы они есть или нет. То есть в итоге параллельно мы, изучая аудиторию, мы начали отслеживать разного рода объявления, то есть разного рода креативы. То есть, и как видно из скриншота, даже небольшие изменения заголовка тоже могут давать разную конверсию в клике. И мы понимаем, что таким образом мы нарабатываем базовую статистику, потому что без этого, в принципе, дальше двигаться достаточно будет сложно. Тогда мы протестировали несколько десятков объявлений. То есть у нас появились лидеры, которые в первую очередь что сделали? То есть отсегментировали аудиторию. То есть мы поняли, что большая часть людей, молодых женщин, реагирует на то, что в принципе вот эта реклама с комбинезонами, она как бы релевантна какой ситуации потребления? Пойти на прогулку, пойти на прогулку с ребенком, пойти на прогулку с собакой. Вот эта ситуация использования продукта и тестирования различных аудиторий и различных решений, то есть нас навело на мысль, что вот это наиболее актуальная целевая аудитория для того продукта, который необходимо было запустить на рынок. При этом даже между одинаковыми практически объявлениями все равно существуют разные варианты конверсии. И они, в общем-то, достаточно значительные, несмотря на то, что цифры эти небольшие, но разница там больше, чем 10%, например. То есть это как бы сильно влияет на дальнейшее качество. Но тем не менее, то есть вот эта технология естественного отбора нам позволила достаточно быстро понять вообще с кем и с чем мы имеем дело. После появления статистики уже базовой, то есть мы уже могли учитывать не просто CTR и стоимость клика, а те целевые действия, связанные с покупкой. Например, когда по объявлению люди приходили на посадочную страницу, где описывался товар, то есть как бы человек должен добавить корзину. То есть у нас появилась возможность оценивать следующий шаг в воронке продаж, добавление товара в корзину. И по этому параметру в некоторых случаях, то есть хороший результат оказывается объявление, стоимость которых была выше, чем изначально мы думали. То есть мы думали, что, конечно, чем более дешевое объявление, тем кажется, что оно как бы лучше. На самом деле люди, которые платили, доставались нам дороже, вот они как бы были более целевыми, чем те, которые доставались нам дешевле. И добиваясь разного сегмента, то есть мы смотрели на показатели стоимости. И отсюда, когда мы отслеживали эту метрику, у нас появились тоже дополнительные гипотезы, как вообще с кем нам надо работать. И в итоге оказалось, что владелицы собак, даже не детей, а тех, кто кому нужны, то есть вот именно они являются ключевой, целевой аудиторией для подобного рода продукта. Вот такой вроде бы сложный путь. На самом деле он занял порядка полутора месяцев, для того, чтобы мы могли осознать, что происходит. То есть внутри делалась микросегментация, изменение креатива, изменение какой-то такой ручной работы, то есть такая нудная, но ручная работа, нам позволило добиться снижения стоимости добавления в корзину с 1600 до 300 рублей. Собственно говоря, вот первый этап вот такой кропотливой работы, который оценивает перспективность сегментов, то есть где мы на каждом этапе воронки мы понимаем метрики, и мы за этими метриками следим в ручном режиме. Потому что на первом этапе все равно в ручном режиме это нужно делать, когда уже потом, допустим, если был бы там массовый продукт, то на уровне уже там массовой рекламы показатели бы поменялись, и поменялись бы в большую сторону, потому что там эффект масштаба сработает, и там не всегда нужно за всем уследить, например, до компании, но тем не менее мы хотя бы знали, от чего уже отталкиваться нужно. Значит, это был первый блок. Следующий важный блок – это наблюдение, это поведение посетителей на сайте. Здесь уже зависит сильно все от нас, потому что это наш сайт, это наш текст, это наше описание продуктов. Мы сами можем здесь контролировать в большей степени, чем кто бы то ни был. То есть самым простым, конечно, является первый показатель – показатель интереса людей, потому что мы отслеживаем показатель отказа. И обычно для холодного трафика процента отказов меньше 50%, это хорошо. Если там 30 – отличный результат. Но у нас показатель отказа был предельно минимальный. То есть это о чем говорит? О том, что мы приводили на посадочную страницу абсолютно максимально близкий целевой трафик. Показатель отказа очень низкий. То есть даже когда мы потом расширяли количество сегментов, пробуя новые сегменты, показатель чуть-чуть изменился, но все равно показатель отказа, вот по этому показателю мы все равно понимали, что мы, в общем-то, работаем с правильной целевой аудиторией. У нас хорошая воронка. То есть мы понимаем, что мы ведем нормальных людей, люди читают. И дальше стоит вопрос в том, насколько глубоко люди читают наши сообщения, насколько они вообще заинтересованы в продукте. И здесь хорошая метрика является, например, оценка поведения человека на сайте. Какой процент людей дочитал наш текст до конца. И здесь это тоже как бы целевая метрика, например, по которой можно оценивать качество копирайтинга или качество оффера. То есть это здесь очень важный показатель. То есть мы взяли, например, для тестирования некий период, и мы увидели, что на сайт на первом уровне пришло 1588 человек. То есть вот первое окно, то есть мы смотрим и мы понимаем, то есть с точки зрения Яндекса, это как бы более такая красная история. Следующий шаг. То есть до описания продукта дошло 82%. То есть это из 1580, там 1300 человек. Это результат очень хороший. То есть это как бы говорит о том, что у нас хороший текст, у нас хорошая логика текста. Мы не теряем потенциальных покупателей на этапе прочтения этого текста. И следующий уровень, когда тепловая карта уже начинает слегка озеленеть, то есть эта часть людей все-таки отваливается. То есть она поняла, что это не их продукт или что-то еще, или продукт неинтересен. То есть здесь мы видим, что до этого уровня дошли 71%. Но это все равно очень хороший результат, потому что это достаточно высокая конверсия. Более того, я бы сказал, что это сверхвысокая конверсия. То есть в этом случае. И последний уровень, когда видно каталог, и видно понять, что можно предположить, что человек кладет товар в корзину или уходит, то есть до этого уровня дошли 51% человек. То есть хорошим результатом считается 30%, у нас 51%. То есть здесь мы опять же понимаем, что с точки зрения того, что мы сделали с посадочной страницей, у нас, в общем-то, претензий нет. Ну, может быть, какие-то нюансы, но в целом это кардинально никак не повлияет на продажу. Итак, то есть наша задача стояла в том, чтобы найти целевого посетителя, привезти его на сайт через рекламу, через посадочную страницу, через текст, не дать ему уйти, заставить читать текст, показать сам продукт, рассказать про его выгоды. То есть это главная задача ридогенерации. Значит, затем, если посетитель посмотрел на продукт и прочитал плюсы, ни с чем необходимо для себя его покупать, то это уже вопрос соотношения потребностей этого клиента и воспринимаемой ценности. У нас возникла проблема с тем, что комбинезон, как бы человек делал комбинезоны из дорогих материалов, там итальянские всякие дела, там дизайнерские какие-то штуки, и он был очень дорогой. То есть, и, соответственно, как бы мало того, что эта вещь сама по себе не сильно актуальна для молодых женщин, но еще и по цене, как бы, да, то есть, как бы здесь вопрос в чем, что здесь некая ошибочная бизнес-модель, да, то есть очень высокая себестоимость, несмотря на качественный товар, как бы люди отказывались, хотя при этом все равно люди покупали, то есть, да, то есть они как бы совершали покупку. Мы на самом деле ничего не продавали, это был такой тестовый вариант, чтобы вообще понять, ну, как бы вообще стоит ли запускать производство, потому что риск очень большой был. Здесь инвестиционные затраты в производство были, конечно, там, в десятки раз больше, чем, как бы, затраты на тестировании. Поэтому сам продукт может быть сколько угодно качественным, но если клиент не считает его для себя так таковым, да, то, соответственно, как бы он может, ну, как бы бизнес-модель может не сработать. И, по-моему, по моему опыту очень много бизнес-моделей, которые, ну, как бы именно на этапе проработки, в общем-то, фаундерами не прорабатываются. То есть есть некая идея, что, да, это взлетит, есть понимание, что, как бы, это вроде бы кому-то нужно, или есть еще какие-то моменты связанные с тем, что, о, блин, такого ни у кого нет, ну, то есть, что вообще вызывает большие подозрения, да, то есть, ну, вот так вот можно не только рекламировать и продавать, но так, таким образом можно и проверять гипотезы для запуска новых продуктов. Это хорошо работает, инвестиций здесь значительно меньше, чем нежели бы там, я представляю, запустили бы производство, начали бы шить, а потом бы думали, что с этим складом товаров делать. Поэтому для себя, опять же, на заметку, нужно либо обладать стопроцентной внутренней уверенностью, что именно тот продукт, который вы делаете, будет востребован рынком и тогда осознавать риск ошибки, мы понимаем, что, ну, в общем-то, не все выстреливает, как, например, выстрелил айфон, да, который выстреливает и как бы раз, он говорит, бах, и говорит, окей, а мы, оказывается, так, как будто его и ждали. Либо тестировать до начала серьезного производства, опять же, используя воронки продаж, то есть, они подходят не только для организации систем продаж, но, собственно говоря, для организации тестирования каких-то гипотез и каких-то вещей. Ну, и вот уже близко приближаясь к концу, то есть, в конце таких экспериментов и тестирований возникают вот такие схемы, то есть, это не что иное, то есть, это, кстати, живая схема для одной IT-компании, то есть, сложный IT-продукт, где, в общем-то, выстроена цепочка взаимодействия с потребителем, с потенциальным клиентом, где мы, то есть, на каждом этапе здесь есть показатели метрики, то есть, у клиента, то есть, я их здесь не указываю, потому что это такая индивидуальная, собственно, особенность, но, тем не менее, мы выстраиваем схему, мы понимаем, как мы можем работать. И, естественно, для каждого бизнеса она будет своя. То есть, здесь есть какие-то вещи, которые пересекаются, с другими есть вещи, которые не пересекаются, и у каждого, это как Лев Толстой писал, что каждая счастливая, все счастливые семьи счастливы одинаково, а все, как бы, те, кто несчастливы, несчастливы по-своему. Поэтому здесь вот есть некий такой алгоритм, который мы должны применять к каждому бизнесу, зависит от типа бизнеса, от отрасли, от срока на рынке, от страны, где находится, ну и так далее. То есть, здесь много показателей, которые необходимо учитывать, но все это можно построить, если этим заниматься регулярно, и, ну, как правило, там за полгода, год это все выстраивается. У меня, коллеги, все. Значит, спасибо, что вы посмотрели, и мы сейчас можем, если кто живой остался, и уже как-то подискутировать, поотвечать на ваши вопросы, может быть, что-то даже разобрать, но, может быть, лучше всего даже это и сделать. Да, я предлагаю начинать QA-сессию, да, то есть, ребята, у кого есть вопросы, вы можете, в принципе, сейчас их вот начинать задавать, вот, желательно голосом, чтобы все слышали. Так. Тишина. Ни у кого вопросов нет, у всех, всем, всем все понятно. Паша, у тебя точно есть вопросы. Пока все думают, задам традиционный вопрос, насколько тема зашла от одного до десяти, насколько полезна и как бы useful, да, то есть, насколько она для вас актуальна. Тема зашла, тема, конечно, актуальна для абсолютно любого бизнеса, но тут-то в формате Q&A хочется, конечно, больше такого, ближе к разбору, то есть, я думаю, те вопросы, которые у меня есть, я их задам в четверг тогда. Ну, в наших силах использовать, так сказать, недельный, недельный фреймворк, то есть, мы как бы сегодня говорим, а ну, в четверг мы можем разбирать какие-то вещи, поэтому, собственно говоря, это можно использовать для чего? Для того, чтобы построить какие-то свои гипотезы, в четверг их обсудить. Но вполне возможно, у кого-то есть уже какие-то свои какие-то вещи, кто уже над этим работал. Екатерина у нас там сильно заинтересованная в универе была. Как все остальные думают, я тебе задам вопрос, который, наверное, будет многих интересовать, да? Ну, вот. Когда производится тестирование воронки, да, вот на, допустим, какой-то целевой группе, вот, подзаданной ACP, там, и так далее, да? Вот. В каком случае можно считать, что эксперимент удачный? Есть, на мой взгляд, два критерия, которые, по крайней мере, я использую, то есть, это первое, это экономически, как бы, экономически выгодная история, то есть, ты, например, ведешь, понятно, что, например, для одного и того же, для одной и той же аудитории, для одного и того же ACP, может быть, несколько воронок продаж. Ты можешь вести человека, например, там, с Фейсбука, да, можешь вести человека с холодного обзвона. И это будут разные воронки продаж, то есть, где-то она будет пресекаться, где-то нет. Но так или иначе, у тебя возникает вопрос возврата на инвестиции, да, то есть, ты вложил доллар, заработал, там, 10, 100 долларов, то есть, и ты здесь можешь оценивать именно по степени возврата. То есть, чаще всего, конечно, то есть, чем выше ROI, тем ты, как бы, проще, ну, как бы, с этим проще работаешь, То есть, это, наверное, роль не только, как бы, степень возврата, но и скорость возврата инвестиций. Еще, еще одна метрика, да, то есть, ты можешь оценивать и скорость. То есть, у тебя, опять же, возникает, как бы, некая такая модель, то есть, она, как бы, здесь же нет каких-то норм и стандартов. То есть, здесь, как бы, эти норм и стандарты, они возникают применительно к каждому владельцу, каждого бизнеса. Даже в одной и той же отрасли у тебя может быть совершенно разная стоимость привлечения клиента на один и тот же продукт. Да, то есть, ну, например, там, я не знаю, да все что угодно, то есть, там, запчасти, или там, какое-то IT-решение, да, то есть, у тебя, мало того, что у тебя они идут из разных каналов, они у тебя у самого будут по-разному стоить, но они у твоих конкурентов будут по-разному стоить. Ну, к примеру, то есть, у меня есть брендинговое агентство в России, на стоимость привлечения клиента в итоге стоит порядка, ну, сегодня уже там 290-300 тысяч рублей. У моих друзей-конкурентов эта цифра намного больше. Но, с другой стороны, так сказать, мы, когда сравниваем средние чеки, то он у них тоже выше, да, то есть, получается, что вот эта совокупность как бы ICP, воронки продаж и доходности, то есть, ты для себя сам принимаешь за некие какие-то внутренние стандарты, то есть, ты можешь это сделать в рамках своего управленческого учета. Ты говоришь, что я готов покупать клиентов там за 350 тысяч, и мне пофиг, да, то есть, и как бы, и хорошо. Кто-то сказал, не, я не могу покупать за 350, потому что у меня доход с клиентов там всего лишь 400, то есть, и какой смысл мне тогда заниматься этим бизнесом. То есть, у тебя возникает несколько вот этих вот показателей, и ты думаешь, хорошо, могу ли я, у меня высокий, например, очень высокая стоимость привлечения клиента, могу ли я что-то сделать, чтобы ее понизить? Ну, скорее всего, да, потому что ты можешь на каждом этапе воронки продаж посмотреть вообще, когда ты начинаешь привлекать клиента, может быть, надо заняться взаимодействием с клиентом на ранней стадии, так сказать, не до того, когда человек собрался жениться, а когда вот он еще паспорт будет получать, то есть, его уже в этот момент нужно как-то там к себе привлечь. То есть, это вот моменты как бы раннего привлечения, чем раньше, то есть, это самые первые слайды, когда мы говорим о том, что это пирамидка, где… Сейчас я найду вот это вот, то есть, смотря на какой стадии ты начинаешь взаимодействовать со своим клиентом, то есть, ты таким образом, чем раньше ты взаимодействуешь, тем у тебя дешевле будет его стоимость привлечения. Но тебе нужно, тем сложнее нужно делать воронки продаж. То есть, это прям… Какие инструменты ты рекомендуешь применять для того, чтобы ослезать метрики по воронке, да? Ну, я имею в виду, чтобы сводить это все в какой-то единый дашборд. Там, допустим, вот ты проводишь эксперимент, да, и ты в каком-то едином дашборде смотришь, что же у тебя происходит по ходу проведения эксперимента? Ну, да, опять же, зависит от бизнеса, но чаще всего, ну, например, возьмем там схему процесса продаж, например, да, то есть, возьмем две схемы, там, попроще, посложнее. То есть, да, то есть, у нас есть, например, объявление там в Яндекс.Директ, мы можем что оценить? Можем здесь оценивать охват, да, так сказать, какое количество людей мы охватываем в своем объявлении. Второе, мы можем оценивать CTR, да, то есть, мы спокойно можем понимать, какова, потом мы можем оценивать конверсии, да, то есть, у нас... Смотри, это все будут разные инструменты, а я имею в виду, сводишь ли ты все показатели, да, с разных систем, там, с Яндекса, с Гугла, там, с чего-то еще, в какой-то единый дашборд, да, где у тебя все метрики вот перед глазами. Ну, можно, да, можно, нет, как правило, чем крупнее бизнес, тем ты просто как бы вынужден это будешь делать, ты чаще всего достаточно тех инструментов, которые уже есть стандартные, так сказать, то, что уже предоставляется там Гуглом, Яндексом, там, и другими ресурсами, то есть, у тебя есть некая сквозная аналитика, ну, и часто там бывают какие-то сложности, потому что там не все интегрируется, очень иногда там не сильно просто понять, как взаимодействовать, например, оффлайн и онлайн, инструментарий, например, человек идет по улице, увидел, как я говорил в прошлый раз, да, увидел там, значит, вывеску на магазине, или там ехал случайно и случайно заехал, да, то есть, и как бы мы же должны как-то это учитывать, что у нас есть какая-то вывеска, или он услышал рекламу по радио, да, то есть, и он попал к нам уже, так сказать, дальше, поэтому сквозная аналитика, да, выстраивается, ты делаешь, используешь инструменты, которые либо доступны, либо, если у тебя уже, так сказать, достаточно серьезные какие-то потребности, там большой бизнес, ты можешь уже под себя формировать свои специальные, свою сквозную аналитику уже со своими дашбордами, которые ты хочешь увидеть, но чаще всего, достаточно стандартных всяких инструментов. В твоем бизнесе этими вопросами занимается отдельно отдел, который там, ну, маркетинг, то есть, вот эти все рекламные компании, то есть, или это ты на аутсорсинг отдаешь, потому что мы, допустим, в твоем случае, аутсорсинг дали. У нас специфика своя, почему? Потому что у нас несколько бизнесов разных, да, в разных местах, в разных регионах и бизнесы разные, то есть, начиная от сдачи недвижимости в аренду, заканчивая инвестициями там в Германии, включая там IT-решения, то есть, компанию с мобильного разработчика и так далее. У нас просто много бизнесов, и мы под эти, как бы наши бизнесы, мы изначально сформировали себе такое внутреннее подразделение, что называется, задача которой была в первую очередь обслуживать себя. И мы очень много времени и сил потратили на то, чтобы укомплектовать, обучить, подобрать людей, потому что это большие достаточно ресурсы, то есть, мы этому посвящаем и сегодня, то есть, мы не перестаем как бы изменяться и учиться и сегодня, потому что это ну, как бы постоянные процессы, какие-то вещи. Вот придумывание вот системы структуры воронок, да, там, офферы под эти воронки там и так далее, это все эти ребята сами делают или ты им... Нет, но чаще всего, чаще всего занимаюсь как бы стратегически такими вещами занимаюсь там я и еще у меня здесь есть пару партнеров. мы тоже немножко там специализируемся на разных вещах. Есть у нас как бы отдельно копирайтеры, есть отдельно ну, как бы руки, которые там делают какие-то там узкозаточенные вещи, так сказать, есть отдельно там директологи, которые, ну, заточены по китайски, но как бы глобально нет, глобально мы все равно как бы контролируем сами, то есть, например, в моих проектах связанных с клиентами, я это управляю этим процессом сам, потому что, ну, до тех пор, пока ты это не настроишь, пока ты не не стандартизируешь, не опишешь, передавать это, ну, достаточно опасно, потому что это очень быстро сваливается в, ну, как бы в такую. По поводу прогрева клиентов, да, то есть, вот можешь немножко остановиться вот на этом на этом вопросе, ведь одному клиенту недостаточно одного касания зачастую там в случае с офферами, да, то есть ему нужно 4-5, чаще всего недостаточно, да, чаще, я приводил статистику. Вот, я хотел сказать вопрос, по каким критериям вы можете оценить степень прогретости клиента, готовность его совершить покупку? Здесь реакция человека на какие-то, ну, давай, применить, например, ну, к чему, ну, к примеру. Комбинезоны. Комбинезоны, да, то есть человек положил товар в корзину, то есть какова вероятность того, что он купит, да, как у блондинки, да, какова вероятность того, что ты встретишь в макинезонах. Есть разные виды вероятности, да, то есть есть простая вероятность этой серии 50 на 50, либо купит, либо не купит, либо сложная вероятность, которая высчитывается по определенным формулам, да, то есть, когда у тебя накапливается статистика, она может накопиться только со временем, да, когда у тебя уже, ну, когда какой-то трафик, который там, ну, там не 10 клиентов, не 10 там посетителей в месяц, да, там или там в день на сайте, все-таки, когда больше это идет, у тебя появляется уже статистика, и ты, например, знаешь, что у тебя 50% тех, кто положил товар в корзину, покупать не будут. Подожди, простите, а вот такие вещи, как, смотри, допустим, мы когда-то занимались разработкой одного интересного софта, и мы отслеживали, допустим, сколько секунд пользователь смотрит на товар, в какое время суток он заходит на твой магазин, заходит ли он на твой товар повторно, или там в третий раз, ну вот, заходит ли он на твой товар после показа рекламы в Фейсбуке, допустим, и так далее. То есть, как бы, вот такие вот штуки отслеживаете. Ну, ты сейчас говоришь о каких-то таких совсем прям таких очень нюансах, потому что зачастую как бы метрик очень много может быть, но, как я и говорил, то есть, тебе не надо отслеживать какие-то все метрики, если они не являются критическими. То есть, критические, то есть, ты для себя, ну, потому что ты не сможешь учитывать, ну, как, ты же как вот за рулем, когда едешь на автомобиле, если у тебя будет 500 приборов, да, или там 800 приборов, тебе уже без разницы. Какие-то основные. Конечно, ты для себя оценишь, то есть, на каждом этапе воронки продаж одну-две метрики, они являются критически важными, потому что, ну, от них все зависит, потому что все остальное, там какие-то нюансы возникают, то есть, нюансами можно заниматься, когда ты выстроил какую-то, ну, грубо говоря, чтобы тебе отследить, например, изменения в конверсии, например, с точки зрения там среднего продукта, там, например, ты должен понять, будет ли конверсия, например, отличаться на полтора процента. Тебе придется протестировать. Если клиент положил товар, допустим, на комбинзон в корзину, да, конечно, вероятность того, что он его купит, достаточно высока, да, то есть, а дальше всегда будет возникать вопрос, что сделать так, чтобы тридернуть его на покупку? Ну, да, должна быть серия там рассылок, обзонов и так далее, то есть, ты говоришь, что те, кто, вот те там из 100 человек, например, там 50 положили, но не купили, вот ты с ними начинаешь взаимодействовать. То есть, триджевание. Линкдин, ну, если они видят, что ты заходил и хочешь купить премиум аккаунт в Линкдине, да, но не сделал этого и закрыл этот сайт, они тебе через некоторое время, там они подождут и дня три-четыре они тебе пришут приглашение купить подписку со скидкой. Да, да, и зачастую ты можешь дождаться, что тебе сделают вообще какое-то бесплатное предложение, сказать, что ты вообще просто возьми, попробуй, но это ты должен ждать, потому что, то есть, опять же, на какой стадии ты воронки находишься, насколько у тебя это актуально, или нет. Если у тебя зуб болит сегодня, то ты не будешь ждать, то ты как бы сразу начнешь убирать. Если у тебя зуб не болит, то ты, конечно, будешь убирать. У тебя надо работать по-другому, тебя нужно подводить к этому этапу. Почему я говорю, что здесь нет универсальных решений совсем, хотя есть как бы общие правила, но для каждого бизнеса и даже для каждой воронки продаж это может быть, ну, как бы, это может быть зависеть от нескольких параметров. А вот такие... Здесь нужно это рассматривать. Инструменты типа Active Campaign, допустим, там применяешь в своей работе? Ну, когда нужно, опять же, такие цепочки писем для прогрева, допустим, там что-нибудь такого плана. Что касается имейлов, например, да, или там смс каких-то рассылок, ну, чаще всего, то есть при запуске любой, любой компании используется достаточно серьезная имя поддержка. То есть это по 2-3 письма в день. Это несколько дней. То есть если мы... Не будет считаться спамом? Нет. Нет. Если ты, опять же, таки, ну, смотря, что если ты говоришь привет, купи, там и так далее, то тебе говорят, дебил, ты уже достал. То есть здесь же, опять же, все-таки, то есть почему считается спамом, как я в самом начале показывал коммерческие приложения, потому что они не несут никакой ценности. Но если ты все-таки взаимодействуешься с клиентом, ну, Дэн Кеннеди в свое время говорил, когда не было никакого интернета, то есть его спрашивали, типа, насколько, сейчас сформулирую вопрос, насколько навязчивым можешь, ну, может быть, продавец, да, там, какого-нибудь товара. И вот и был такой ответ. До тех пор, пока тебя физически из офиса не выкинут, вот, ты можешь быть навязчивым. Вот такая история. Но это как бы, ну, как бы такое утрирование, все это, как бы такая метафора, но тем не менее, да, то есть если ты все-таки, ну, несешь какую-то полезную информацию и так далее, то есть почему? Потому что большинство людей не покупают с первого раза, и для этого есть разные причины. То есть начинают прокрастинации, заканчивая тем, что, ну, там нет денег, или там вот как-то сейчас погода не та, там, или звезды не сошлись, или там надо срочно заплатить за ребенка, да, то есть и так далее. А завтра ты получил премию внезапно, и ты говоришь, о, блин, так я же вот сейчас куплю, а тебе письма не пришло, то есть ты должен, конечно, стимулировать все эти вещи. Смотри, есть и вопрос. Вот у Миши Саидова, допустим, там в тренингах есть различные типы там воронок, да, то есть они, некоторые воронки используют там текстовые офферы, да, в некоторых применяются, допустим, видеообращения. Вот, и он, так вот, если сравнивать в твоей практике использование видеоразличных вставок, месседжей в воронках, да, там, допустим, в своих офферах, вот, это сильно влияет на конверсию? Ну, я скажу как. В целом, то есть это такой вопрос, как бы, об инструментах, как делать, да, потому что на самом-то деле, более главный вопрос, что мы делаем, то есть не то, чтобы как мы это делаем, да, потому что здесь же, ну, например, когда мы продавали недвижимость коммерческую, то есть как бы инвестиции в коммерческую недвижимость, у нас было, там, на 13 листах наш оффер, то есть 13 листов продающего текста готовилось очень долго. Почему? Потому что там много аналитики, там много сравнений, то есть ты не можешь это, то есть это... Это покупатели недвижимости было или под инвесторов? Под инвесторов, которые покупали, ну, как бы инвесторы, которые покупали недвижимость, которая уже сдана была в аренду, то есть это такой безотказный вариант, причем это 2008 год, когда другие инвестиционные инструменты не работали, то есть с такой эффективностью. Придем к комбинзону, да, вот вы применяли текстовые... Да, в комбинзонах мы исключительно применяли копирайтинг в чистом виде, то есть это посадочная страница, это sales letters, потому что это стоимость комбинезона была на тот момент, ну типа 9 тысяч рублей, то есть это в долларах, это там 6, по-моему, где-то там 150 долларов, 200 максимум, то есть это не сильно дорогой продукт, и как бы его не требовалось, ну это и не дешевый продукт все равно, то есть это как бы не чашка кофе, которую можно купить за 1 доллар, там, ну не понравилось, ты его просто вылил и все. Все равно как бы там 100-200 долларов, это уже то, когда человек все-таки задумывается, ему стоит это потратить или нет. Есть продукты дешевле, да, на которых люди, в общем-то, в принципе не задумываются. На этом, кстати, срабатывает прикасовая зона в супермаркетах, да, там когда дешевые продукты, и у тебя ребенок еще там с собой, и он у тебя выклянчивает там чупа-чупсы, ты, в общем... Как все знакомо. Купишь, чтобы он хотя бы заткнулся. Kinder, Kinder, знаешь, вот... Да, да, да. Плачиваются они обе хотя бы Kinder Surprise или что-то еще там. Да, это нормально. Поэтому чем дешевле у тебя продукт, тем меньше возражений у покупателей, и ты можешь его делать, ну как бы, достаточно маржинальным, поэтому все эти Kinder Surprise на прикасовых зонах, там, они с супермаржинальностью продаются, да, то есть здесь как бы, ну, это понятно. Поэтому здесь вопрос цены, то есть почему я говорю, что это вопрос как бы продукта. А если мы, например, продавали IT-решения, то мы, конечно, проводили несколько вебинаров, то есть мы собирали аудиторию, мы показывали, как это работает, потом проводили консультации, на консультациях проводили презентации, показывали, как... Ну, то есть это несколько, как бы, это воронка, которая на этапе вовлечения у нас было там до 10 действий, которые мы должны были сделать, да, то есть до момента, когда человек говорит, хорошо, выпишите мне коммерческое предложение. Более сложный продукт, естественно. Да, это сложный продукт, и ты должен его ввести, то есть, да, то есть, но ты как бы понимаешь, что у тебя из 100 выписанных коммерческих предложений оплачено только 5, например. То есть как сделать так, чтобы хотя бы оплатили 7? Ну, то есть это там на 30% больше. Я спрашиваю, ребят, может, какие-то вопросы появились? Ребят, может быть, хотите что-то обсудить, какие-то есть у вас вопросы? А то все так... Я пока, понятно, Алексу задаю вопросы, но, может, у кого-то есть там свой вопрос? Коллеги... Если, например, разобрать, пример с ниши. Паш, подожди, сейчас вот Андрей начал говорить, ты его перейдешь. Я, на самом деле, может быть, немножко офф-топ, но мне, правда, интересно. Комбинезон за 9 тысяч рублей детский – это премиум? Они что, правда столько стоят? Нет, это не премиум. Это просто в конкретном... Нет, есть дороже комбинезоны. То есть те, которые, так сказать, брендированы, они намного дороже. То есть здесь есть дешевле комбинезоны. То есть там какие-то китайские, которые там завезены, у которых... Здесь просто человек хотел зайти в некую там среднюю ценовую категорию. При этом он не хотел делать дерьмо. И как бы он... У его бизнес-модели было так, что я буду делать только качественные вещи. Для этого я буду покупать итальянские материалы, итальянскую фурнитуру. Сюда вот эти все вот эти всякие там замочки, пуговицы там и так далее. То есть человек заморочился на качестве. И у него себестоимость была такая, что, в общем-то, как бы для среднего сегмента она оказалась выше, чем люди готовы были платить, например. То есть это upper-middle сегмент, да, такой? Ну, смотрите, есть... В каждом сегменте, например, если мы возьмем там низкий сегмент, ну, там средний сегмент, высокий сегмент и премиальный сегмент, хотя бы вот эти четыре возьмем, то в каждом из них его можно тоже еще разделить на три подкатегории. Высокий средний, средний средний, там низкий средний. То есть здесь нужно смотреть, потому что это хорошо видно. То есть вот эту сегментацию прекрасно видно в любом ритейле. То есть если вы подходите к полке, например, водочная полка, кофейная полка, да любая практически полка в большом супермаркете, вы можете увидеть, что сегментация ценовая происходит именно в каждой категории, так сказать, в нижнем сегменте. И в среднем и в верхнем все равно подсегменты существуют. Понятно. И продажи там идут неравномерно. То есть если многие думают, что, например, там я буду делать самый дешевый продукт, а это сделать очень сложно, да, то есть особенно... Вы можете делать самые дешевые комбинезоны при условии, что у вас там завод, на котором работают там 30 тысяч китайцев, который получает 2 доллара в день. Тогда вы, наверное, можете делать самые дешевые комбинезоны. Но если вы находитесь в Москве, и у вас там швейный цех там из 15 человек, да, то есть у вас не будут никогда, то есть себестоимость ниже, чем там определенная цена. Можно сделать нулевую цену для клиентов? Здесь, может быть, какой был, значит, ход в таких случаях. Просто у нас был другой проект, похожий с этим. То есть и, значит, вот такого рода товар может быть являться, ну, если мы понимаем, что он пользуется спросом, то есть, ну, как бы там не очень понятная бизнес-модель с точки зрения доходности, и может оказаться, что ты можешь продавать это себе либо в ноль, либо, может быть, там в небольшой убыток. Ну, смотри, продаваясь кэшбэком, допустим, ты продаешь товар за, там, две тысячи каких-то единиц, да, вот, и у тебя внутри, допустим, ты создаешь систему, при которой клиенту возвращается кэшбэк, да, то есть, который потом применяется в виде очков или чего-то еще, там, для покупки каких-то других товаров, в принципе. Правильно? Ну, как одна из моделей, хотя я больше предпочитаю, когда мы работаем с проектами, с клиентскими, все-таки думать о том, какая система допродаж, когда у нас появляется этот коэффициент, который называется LTV, да, там, lifetime value, то есть, пожизненная ценность клиента. То есть, мы говорим, что да, хорошо, ты можешь купить у нас комбинезон, мы тебе можем его продать в убыток, но у нас для тебя, чтобы выгуливать собак… Это мне напоминает Икею, когда ты покупаешь что-то, да, а потом… Конечно, 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 цепочка до продаж, и первая сделка, ну, в США, например, первая сделка, ну, я не знаю каких-то бизнесов, где бы первая сделка, и даже вторая сделка, и даже третья зачастую была бы в прибыль, они все в убыток, и только ты там на четвертой-пятой итерации ты начинаешь отбивать свои расходы. Это такой рынок конкуренции, ты никуда не денешься, потому что если ты к этому не готов, то, как бы, ну, забудь, дорогой, да, что ты, как бы, ну, как бы, у тебя в этом рынке не будет просто. Ты должен понимать, что у тебя lifetime value, что у тебя отбивается… Ну, мы недавно считали, ну, вот с моим клиентом, например, то есть, ну, торговля производства – это торговля меда, да, то есть, там, средний чек у человека за год он тратит 24 доллара, а стоимость привлечения… делает 4 покупки в год, а стоимость привлечения клиента – 2 доллара. И, как бы, с первой продажи, как бы, нифига ты не зарабатываешь. Но с точки зрения lifetime value ты зарабатываешь вот эти 24 доллара за год, но у тебя появляются дополнительные товары и продукты, которые ты можешь продавать. Ты можешь продавать чай, ты можешь продавать подарочный мед, ты можешь продавать разные сорта меда, ты можешь продавать, значит, другие товары для здорового образа жизни, потому что те, кто покупает мед… …использовать мед и так далее. То есть, у тебя какой-то товар может являться таким магнитом, да, или фронт-эндом, то есть, который ты покупаешь. У тебя появляется там набор допродаж. Поэтому, когда, ну, к нам приходит, например, клиент и говорит, вот у меня есть какая-то вещь, вот одна какая-то, да, то есть, у меня там были случаи, когда человек говорит, вот я там произвожу очень красивый диван, но один. Ну, как бы ты с ним ничего не сделаешь, потому что, как бы, у тебя, ну, у тебя должен быть ассортимент. То есть, для чего ассортимент? Он для того, чтобы там просто удовлетворить потребность, а для того, чтобы ты мог на каком-то товаре привлечь клиента, а, в общем-то, маржу ты зарабатываешь совсем на другом. Ну, и в этом сегодня, собственно, маркетинговая история в том, что ты не зарабатываешь на том, что ты продаешь сразу. То есть, тебе нужно все равно делать это. Это очень хорошая мысль, потому что ее можно применять в разных сферах, в том числе в IT. Мы, например, применяем подобные вещи, ну, как, например, консалтинг клиента на Zoom-сессии, да, то есть мы, в принципе, ну, опять же, надо смотреть под какую целевую аудиторию, то есть, есть ли смысл это делать или нет. Но, в принципе, клиента очень подкупает тот факт, что ты уделяешь ему время делать какой-то консалтинг. То есть, ты уже какой-то value несешь, в принципе. Паш, это, кстати, относится к твоей идее тоже, что сделать какой-то такой, это самое, небольшой консалтинг, да, там получасовой, допустим, вот, и потом постепенно начинать работать с твоими клиентами. Это, по сути, твоя тема. Ну, у меня как раз тут есть различные гипотезы, то есть, либо вообще напрямую, допустим, с Янлс Директа ввести в Телеграм и продавать курс там или консалтинг, либо ввести там промежуточный лендинг. Также можно ввести промежуточный вебинар, можно ввести промежуточную консультацию. А можно банально в первую... Тема, которая внизу, Паша, она к тебе ближе. То есть, вот ты ведешь откуда-то с рекламного трафика на страницу регистрации, а потом ты проходишь, ну, это может быть не вебинар, это может быть конференция. То есть, да, с этой конференцией ты закрываешь уже на консультацию персональную или на групповую, там, без разницы. То есть, можно и группами работать. Ну, потому что у тебя там стартаперы, которые, так сказать, ну, стадами ходят, да, там, условно говоря. И потом ты уже предлагаешь какой-то оффер на консультации, говоришь, ребят, ну, хорошо, вот у нас там есть тренинг там такой-то, да, так сказать, приходите и первые две недели бесплатно. Ну, как бы крутой тренинг. Ты можешь даже банально попробовать в нашей группе. Там 250 человек сидит. Вот предложи свой оффер стартаперам. Ну, вот, сидит куча народу. Вот, и ты можешь протестировать свою гипотезу, что зайдет, что не зайдет. Вот и все. Важно понимать, да. Когда ты будешь делать, что у тебя это набор шагов. То есть, ты, ты, как бы, не просто, как бы, что такое оффер. Это набор шагов, который ведет вот отсюда, да, ну, как бы, сверху донизу, в данном случае, да. То есть, ты понимаешь, что ты делаешь какие-то шаги, и у тебя каждый шаг сегодняшний, вот этот, как бы, каждый текущий шаг в моменте, это, как бы, ну, имеет причинно-следственные связи, да. То есть, после него будет какой-то следующий шаг. То есть, ты всегда должен думать о том, а какой будет следующий шаг у меня. Вот я сейчас соберу всех на вебинар. Вот сегодня мы собрали всех на вебинар. Какой у меня следующий шаг будет, да. То есть, я, как бы, я могу сказать, что все, кто был на вебинаре, могут ко мне прийти на бесплатную консультацию. Не вопрос. То есть, это, как бы, мой следующий шаг для тех, кто участвует там на вебинаре, да. То есть, те, кто пришел на бесплатную консультацию, мы говорим, хорошо, чувак, а давай я тебе помогу сделать твою воронку продаж. Это тебе будет стоить столько-то денег. Это еще один шаг. И вот эти шаги, в каждом бизнесе они свои получаются. Тебе очень важно продумывать весь алгоритм. А что будет дальше? И самое главное, что в конце ты должен еще понимать, а тебе вообще это нахер-то надо или нет? Потому что иногда какие-то вещи случаются, как и с нашим замечательным другом с комбинезоном. Когда он все это понял, осознал, что бизнес-модель не такая простая, он сказал, ребят, спасибо. Буду заниматься баками, да? Спасли от разорения, потому что я хотел без вас вложить достаточно большие деньги в цех, в материалы, в закупку. Но я сейчас осознал, что это делать не надо просто. Вот и все. Это тоже результат для бизнеса. Сейчас все закончилось, Леша. Ну, понятно, комбинезон он не начал. Он отказался от этой идеи, потому что... В итоге он продал 5 комбинезонов. То есть, там, тещи, там, сестры, в общем, родственникам, да, каким-то. Но, тем не менее, как бы он не потерял деньги, потому что, ну, как бы он потерял какие-то деньги на вот этих тестированиях, там, на мой гонорар, там, и все остальное, как бы, но это не те деньги. Если не секрет, сколько денег потратили на трафик и на зарплату? Ну, нет, ну, там, как бы, немного. Там, в общем, все, что касается таких экспериментов, ну, то есть, там, в пределах от 500, ну, там, конечно, продукты сильно зависит, да, там, вот на трафик, да, от 500 долларов, там, плюс-минус. Уже достаточно, чтобы получить первые статистические данные, чтобы на основании этих данных принять решение. А стоит ли дальше еще идти? Ну, Леш, это далеко не всегда. Вот, мы проводили эксперимент в феврале, допустим, по своей теме, да. Вот. Ну, в феврале у нас на рекламу ушло, там, 1300, плюс 400, где-то 1700 долларов на рекламу у нас улетело. Вот. Но, но, мы получили 160 заявок, в принципе, за эти деньги. Вот. Так я о тебе наговорю-то, Денис, есть же нет противоречия. Просто ты, когда начинаешь тратить деньги, ты начинаешь понимать, у тебя есть, ну, как бы, обратная связь с рынком или нет, да. Мы поняли, что вот с этой целевой группой, да, на которую мы рассчитывали изначально. То есть, мы с ней работать не будем, с этой целевой группой. Это как раз стартапы ранней стадии. То есть, как бы, потому что в конечном итоге жизненный цикл сделки выливается в то, что они точно не знают, хотят они вообще, там, чего они хотят, потом у них могут резко поменяться планы и так далее. Да, конечно, конечно. Мы приступим к роду, что мы с этой целевой группой работать вот не будем. Вот тут, кстати, есть Дима. Дим, ты с нами? Дима? Да, да. А можешь видео включить? Так же поинтереснее будет это самое. Мы с Димой как раз вот выходили на колл-сессии с такими стартапами, проводили зум-коллы. Дим, ты помнишь? Да, да, да. Вот, и вот скажи свое впечатление об этой целевой группе, как? С матом или без? Нет, ну, все же культурно, мы все тут стоим. Знаете, что вы думаете о текущем моменте? А материться можно? Нельзя. Тогда ничего не скажу. Скажи мне, что вы им пытались продать в качестве дрейплэйера? Мы им предлагали проработать, проговорить их MVP, сделать техдизайн, то есть выбрать технологии и в принципе завести их на то, что будет создан estimate их продукта, чтобы в конечном итоге они заказали у нас разработку. Дим, правильно все, да? Разработать все бесплатно или estimate тоже за деньги? Нет, MVP, ну, проработка MVP, именно состава, да, то есть как бы и стимация, это бесплатно. Это было вот как раз вот для стартапов, то есть такая фишка. Ну, естественно, с последующей платной разработкой. А не пробовал тестить гипотезу, чтобы продавать это за какой-то небольшой чек, допустим, там за 50, за 100 долларов? Нет, мы такое не пробовали. А вот если попробовать такую тему? Ну, увеличение порога входа, это всегда как бы, наверное, ну, не всегда, но иногда это помогает, согласен. Вот, но иногда это можно сделать проще. Не, например, не делать простую анкету, да, там на Фейсбуке, где есть просто имя, e-mail и телефон для WhatsApp, да, а сделать анкетку такую, чтобы там было 3, 4, 5 уровней, вот, где он подробненько рассказывает о своем стартапе, о своей идее, почему ему нужно все это делать и так далее. Но мы это поняли уже после того, как провели эксперимент. Денис, а вот, кстати, очень интересно, ты рассказываешь, а кто-нибудь из этих 160 лидов, он все-таки конвертнулся в разработку? Ну, мы, в принципе, 3 стартапа вывели на стадию, когда они вот-вот-вот готовы, но в контракты ничего не вылилось пока. Понятно, очень ценно, спасибо. Вот, поэтому, причем я же говорю, мы с Димой проводили с ними переговоры, причем там эстимейт был разложен по полочкам с такой филигранной точностью, вот, то есть... Паработка была сделана, как для тупых. Да. С одним из заказчиков мы просто вот буквально... Это была такая командная игра, мы разжевали абсолютно все и положили просто так в рот. Вот, вот, просто, вот, абсолютно. Причем иногда даже попутно спрашиваю вопрос, вам все ли понятно вообще, как это... Как это? Или спуститься на уровень ниже. Очень круто. Крутой опыт. Спасибо. Ну, вот. И в конечном итоге, вот, лично я пришел к следующему выводу, что, во-первых, нужно работать с другой целевой группой, у которой есть деньги здесь и сейчас. То есть это средний-малый бизнес. Вот. Или стартапы, которые находятся на другой стадии развития, которые получили инвестиции и которые находятся даже не на фазе, а, может быть, уже поднимают бэй-раунд. Вот. То есть у которых трекшн есть, у которых все хорошо там и так далее. Вот. Да, потому что на стартовой стадии они вообще сами не понимают, чего хотят. Они засирают мозги по полной программе. Они мечутся из огня до вполы. Я хочу одного, нет, хочу другого. После завтра хочу третьего диаметрально, который противоречит первым двум полностью. Ты тратишь на них просто кучу времени на эту всю проработку, на то, чтобы осознать и уложить это все хоть в какую-то систему. А потом на выходе у тебя ничего и дергающийся глаз. Поэтому, да. Поэтому здесь можно на этапе вовлечения вот такого массового трафика, по сути, несмотря на то, что как бы все равно там предпринимательство, что не настолько там массовое, это не пирожки, но тем не менее, все равно это некая массовая история. То есть здесь нужно понимать, что, ну, как вот Денис и говорил, что ты на стадии вовлечения, когда у тебя есть вот эти фильтры, да, то есть там многоуровневая анкета. То есть понятно, что до конца там не каждая как бы там птица долетит до середины там Днепра. А вот те, которые долетят, вот те, которые долетят, как раз есть большая... Они остаются самыми заинтересованными, да, конечно. То есть они остаются самыми заинтересованными. Потому что в процессе заполнения анкеты человек, который ну, как бы несерьезно подходит к делу, он может просто, ну, как бы заполняя анкету, он может просто понять вообще, что он, ну, как бы, что он вообще что-то не то делает, например. Это же фишка с многоуровневыми анкетами. У нас было как-то исследование для приложения, то есть мы думали сделать простую регистрацию, ты нажимаешь кнопку зарегистрироваться через Google или через Facebook, или все-таки сделать регистрацию пошаговую, чтобы человек заполнил полностью все, что нам нужно для работы приложения. Так вот, изучив на тот момент LinkedIn, другие серьезные социальные сети и так далее, везде абсолютно есть анкета. Почему? Потому что когда человек заполняет анкету, он тратит свое время, и для него это приложение уже начинает приобретать какую-то value, ценность, потому что он свое время туда вложил. То же самое с рекламой. Я просто сейчас абсолютно рекомендую, ну не всем, это надо конкретно каждый случай изучать, но порог входа однозначно отсеет всякий бред тех людей, которые несерьезно относятся к этому вопросу. Леш, это как раз с точки зрения метрик, это ты прав абсолютно, у тебя со мной может быть метрика какая, больше охват, а с другой стороны тебе, ну зачем мусорный трафик, да, то есть ты должен как бы его компенсировать какими-то серьезными барьерами, которые будут. Я говорю, давай вспомним клуб кофаундинг, да, вот, 250 человек. Когда мы предложили перейти в закрытый клуб кофаундинг XYZ, я сделал анкету, четырехуровневую, специальную, для того, чтобы, кто хочет, вот заполняет анкету, только после этого попадает в клуб. Из 250 человек, сколько у нас там, 35, по-моему, да, или 40 человек. 15 процентов, да, зашло там, вот конверсия 15 процентов, да. 15 процентов, то есть как бы 39 человек сейчас, но это те люди, которые проявили интерес и которые, ну, участвуют в жизни клуба и так далее, то есть как бы, так что анкета, это определенный фильтр для того, чтобы вот отсеять ненужный трафик вообще. Это контент, анкета, это тоже часть контента, которую мы предоставляем, опять же, в зависимости от целей бизнеса, от целей проекта, не бизнес, там, проект, а может быть и бизнес, да, то есть это является частью там чего-то, то есть там присутствие в стартап-клубе там или в кофаундер-клубе, там, в нашем случае в кофаундер-клубе, да, то есть это часть, как бы это какой-то первый шаг для человека, который потом может пойти дальше куда-то, да, то есть это вот, то есть мы рассматриваем поведение, То есть почему я говорил, что главной задачей маркетинга является задачей провести человека от уровня незнакомца до уровня амбассадора. И понятно, что это большие фильтры, большая фильтрация из 100% на входе, ты получишь 1%. Как говорил Миша Саидов, у вас есть точка А, где сейчас находится ваш клиент, и есть точка Б, куда его нужно привезти. Вопрос в том, какую цену при этом он готов заплатить, чтобы прийти к своей мечте, к этой пункту Б. Да, совершенно верно. Поэтому здесь вот этот цепочек, я как бы резюмирую. То есть воронка продаж, это, конечно же, вот этот пошаговый алгоритм ведения клиента за руку. То есть, с другой стороны, у каждой целевой аудитории может быть несколько воронок продаж. Даже для одного продукта, даже для одной целевой аудитории может быть несколько воронок продаж. Внутри этапов воронки продаж может быть, на каждом этапе может быть по нескольку целевых действий, которые нужно отслеживать. И мы для себя принимаем решение, что мы отслеживаем вот здесь, допустим, конверсию, здесь на этом этапе мы отслеживаем стоимость привлечения клиента, на предыдущих этапах отслеживаем, например, CTR или какой-то другой показатель, который для нас критически важен. И таким образом отслеживание всех этих показателей – это и есть один из принципов управления, когда мы понимаем, что у нас есть какой-то показатель, и мы можем на этот показатель как-то повлиять качественно, количественно, наше управленческое решение будет. И если этим управлять грамотно, то, в общем-то, это модель рабочая не только для действующих бизнесов, но и, в общем-то, часто для проверки каких-то рабочих гипотез, она вполне себе рабочая и сильно-сильно экономит и время, и деньги. А в действующем бизнесе она, конечно, повышает эффективность и повышает эффективность всей системы продаж, если мы занимаемся всей воронкой, соответственно. Если мы не занимаемся всей воронкой, то мы улучшаем только то, чем мы занимаемся, и больше ничего. Поэтому здесь есть нюансы, что можно очень заморочиться и месяцы потратить на то, чтобы получить плюс-минус 3% где-то, а можно просто подумать над оффером и получить сразу в разы какой-то эффект. Потому что так часто бывает, что ты там над долями процента, ты бьешься прям месяцами, у тебя там куча инструментов и прям все-все-все сложно, но для того, чтобы часто, это как бы метод гроус-хакинга как раз, когда, а давай-ка мы сделаем вот это, это нам даст какой-то существенный прирост или не даст нам существенного прироста, не дает, и переходим к следующему этапу. Но одно не отменяет другого, то есть как бы это здесь вот просто приоритеты в каждом конкретном бизнесе раз и приоритеты каждого конкретного владельца бизнеса или управленца, который занимается каким-то проектом. То есть это для него очень важно. Давайте в следующий, вот в этот четверг, да, у нас по четвергам как раз мы разбираем какие-то практические кейсы, да, вот. И, в принципе, вот кто сейчас есть там и вы хотите, допустим, разобрать или задать какие-то еще вопросы, может быть, по воронкам, ну вот, у нас эта неделя, в принципе, посвящена этой теме, да, то есть вот сегодня у нас вторник, значит, четверг у нас будет, Леш, наверное, в это же время, да, то есть как и вы. Да, 8 часов мне удобно просто, 8 часов меня просто не так загрузит. В Москве у нас будет Zoom call и будем как раз разбирать, приходите с вашими вопросами, будем конкретно ваши кейсы разбирать. Да. Сегодня, я думаю, уже мы будем заканчивать, мы уже почти 2 часа, вот, обсуждаем все эти вопросы. Леш, огромное тебе спасибо, ребят, спасибо, что пришли, поучаствовали, вот, приходите в четверг, вот, уже с конкретными вопросами будем все разбирать. Вот, этот эфир будет выложен на наш YouTube канал, вот, так что всем хорошего вечера, пока-пока. Спасибо, пока. Спасибо, пока. Спасибо большое, пока. Да, счастливо. Субтитры сделал DimaTorzok